Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге Пророка Иеремии и обратимся к 43 главе. В 43 главе, собственно, продолжаются свидетельства о той истории, которая началась в предыдущей 42 главе, когда жители Иерусалима попросили Иеремию помолиться и сказать им от Господа, куда Господь Бог посоветует им бежать из Иерусалима в Вавилон или в какие-то еще места, или в Египет. И Господь тогда в предыдущей этой самой главе, Господь сказал, оставайтесь в Иерусалиме, потому что если вы пойдете в Египет, то вы здесь погибнете. Но, как и было видно в последних стихах предыдущей главы, когда Иеремия передал всему народу все слова Господа, тогда некие люди и все дерзкие люди, видимо, видные деятели среди того сброда, который Новохудоносор оставил в Иерусалиме. Ну вот эти самые дерзкие люди, несколько имен здесь перечисляет автор, вот они сказали Иеремии, ты все врешь, неправду ты говоришь. Спрашивается, а чего вы тогда просили, чтобы Иеремия о вас помолился? А если вы сами знаете, где правда, где неправда, почему было вообще не действовать? Ну вот весьма вероятно, впрочем, что там же еще есть люди, которые свидетели, которые слушают, такая толпа, может быть, даже достаточно маленькая, которые эту перебранку видят и слышат, и эти самые дерзкие люди, Азария и Анан, рассчитывают, в первую очередь, на их услугу. Вот они говорят Иеремии, не посылал тебя Господь Бог наш сказать, не ходите в Египет. А это ты говоришь по наущению там какого-то еще человека, воруха сына Нирии. Вот это он возбуждает тебя против нас. Ну, понимаете, на самом деле ведь очень трудная ситуация. Единственный в сущности человек, который может что-то определенное в этот момент сказать, это Иеремия, и его, собственно, слова-то и оспаривают. Иеремия знает, что сказал ему Господь Бог. Может быть, еще какие-то люди в этот момент, наделенные пророческим даром, если они есть, мы же не знаем, может быть, они тоже готовы сказать, что да, вот Господь действительно говорит то, что транслирует Иеремия. А остальные все участвуют вокруг этого в некоторой игре, у каждого есть свои интересы. Азария и Иоанн думают, что надо уходить в Египет по каким-то причинам. Может быть, чтобы как можно больше спасти, так сказать, здоровых сил сопротивления. Может быть, другие были у этого причины. И они думают, что Иеремия говорит, потому что его подначивают. А есть действительно люди, которые сами тоже, как ворух, сторонники того, чтобы не ходить в Египет, а остаться под властью царя Вавилонского. И тоже мы, в общем, не очень понимаем, каковы мотивы, что имеет в виду этот самый ворух сын Мирии. Почему он так говорит? Может быть, это вообще связано с какими-то взаимоотношениями и взаимными положениями внутри оставшейся части иудейского народа и с тем, кому больше удастся привлечь на свою сторону. И в этой ситуации пророк оказывается держащимся за Бога и не имеющим почвы в каком-то смысле на земле, потому что он становится игрушкой противоборствующих политических сил. Каждая из этих политических сил не готова изменить свое решение, потому что у них на это есть политические мотивы. Они хотели привлечь Бога Израилева, чтобы тот тоже за них, так сказать, проголосовал. Но фигушки, как оно не работает, Господь говорит совершенно определенно, вот надо так, и если вы так не поступите, то подвергнетесь мечу моровые язвы и разорения. Но, как пишет здесь автор, все-таки в конечном итоге военные начальники, которые думали, скорее всего, организовать еще сопротивление Вавилонинам, такую партизанскую войну, вот они взяли весь остаток иудеев и пошли в землю египетскую. Пошли в землю египетскую. Не потому, что у них было откровение от Бога, а потому, что к этому подвигали их политические интересы. Ну и, в общем, пророк, собственно, в этой ситуации оказался никому неудобен. Тем людям, которые в конце концов увели остаток Израиля в Египет, он был неудобен, потому что он вроде бы пророк, а вроде бы ренегат, сторонник оккупантов, как это называется, коллаборационист и все такое прочее. А тем, кто понимали, что не стоит, не нужно бежать в Египет, лучше остаться, ну и пророк же не возглавил сопротивление. Поэтому оказывается, что вот в таких политических кризисах Слово Божие и те, кто его несут, даже если Слово Божие понятное и убедительно сказано, они оказываются никому не нужны и ни для какой стороны не приемлемы. Между тем, между тем, Бог-то имел в виду ведь совершенно понятную вещь. Он говорил о том, Господь же знал, что Навуходоносор не остановится на завоевании Палестины. Господь знал, что войска Навуходоносора пойдут и в Египет, и поэтому лучше остаться, чем бежать и погибнуть вместе с египетской армией. И Господь говорит Иеремии, где-то по дороге в Египет, уже, видимо, на египетской территории, возьми в руки свои большие камни и скрой их в смятой глине при входе в дом фараона в Тафнисе. Ну, видимо, имеется в виду казенные учреждения, потому что немножко странно, чтобы охрана допустила этого старого иудейского пророка в глине перед дворцом фараона в самом деле какие-то камни вскрывать. Скрывать, скорее всего, речь идет о, ну, там, каком-то военном помещении, казарме или еще чем-нибудь подобном. На самом деле, не важно. Важно, что это принадлежит фараону. И вот камни, которые сверху скрыты с мятой глиной. Собственно говоря, речь идет о каменной кладке. На глине, как вот такая торжественная ровная площадка. И Господь говорит, вот на этом месте будет стоять престол царя Новоходоносора. Иеремия должен таким образом это место приготовить. И значит, для тех, кто все-таки побежал в Египет и поволокли с собой Иеремию, они не смогли спастись. Они бежали от Новоходоносора, но Новоходоносор пришел в ту страну, куда они бежали. И Господь говорит, он придет и поразит землю египетскую, и кто облечен над смерть, тот предан будет смерти. И царь Новоходоносор оденется в землю египетскую, то есть она будет его добычей. Субтитры создавал DimaTorzok